В Египте потерпел крушение российский авиалайнер. Обломки гражданского самолета обнаружены в субботу в центре Синайского полуострова. На место катастрофы выехали порядка 20 автомобилей скорой медицинской помощи для эвакуации людей. Фюзеляж воздушного судна в результате падения распался на две части. В настоящее время из-под обломков извлечены 100 тел. Тела остальных находятся под завалами. Ранее один из спасателей сообщил, что слышал голоса пассажиров. Работы по спасению людей продолжаются. Российский авиалайнер «Коголым Авиа» следовал по маршруту «Шарм-эш-Шейх» Санкт-Петербург. Из Египта он вылетел 31 октября в 6.20 по московскому времени и исчез с экранов радаров спустя 23 минуты. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Уважаемые товарищи заместительные министры Российской Федерации, уважаемые коллеги, сегодня в 9 часов 17 минут должен был пересечь границу с Российской Федерацией. Пассажирский самолет «Арбас-321», авокомпания «Метро-Джет», следующий по маршруту «Шарм-эш-Шейх» Санкт-Петербург с 217 пассажирами и 7 членами экипажа на борту. Но не вышла связь. Предположительно, я потерпел крушение в центральной части Синайского полуострова. УЧС России совместно с федеральными органами исполнительной власти готовят поисково-спасательную операцию. В готовности находятся 2 самолета ИР-76 и 1 самолет Би-200 МЧС России для доставки аэромобильной группировки отряда Центра Спас, Центра Лидер, Психологов, Центра экстремпсихологической помощи. А также самолет ИР-76 МЧС России с медицинскими модулями для доставки медицинских бригад и необходимого оборудования. Все средства коррегировали готовы. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Как сообщили представители аэропорта «Шарм-эш-Шейха», после взлета пилот российского авиалайнера запросил у диспетчеров разрешение на изменение маршрута и посадку в аэропорту Каира. Причиной запроса могли стать технические неполадки, о которых сообщил пилот. Стоит отметить, что перед отправкой египетские инженерные службы не проводили досмотр воздушного судна, поскольку этим занимаются инженеры российской компании-перевозчика. В настоящее время сотрудники посольства России в Египте выясняют ситуацию с крушением авиалайнера. На месте катастрофы создана специальная техническая комиссия, которая устанавливает причины падения самолета. Родственникам погибших оказывается необходимая помощь. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким пассажиров, которые стали жертвами авиакатастрофы. 1 ноября глава государства постановил объявить Днем Траура. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги России. В День Траура все развлекательные мероприятия и телепередачи будут отменены. Изменится программа передач и на нашем телеканале Эхо ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова